здравствуйте друзья на ваших экранах но представляйтесь вот нас гости представляются издатели газеты 24 часа эдуард даен вот у нас газета 24 часа сколько 25 год написано я помню вот почти сколько мы в америке вот столько я помню была газета 24 часа так эдуард вот у нас написано что 23 июня в субботу в пять часов в где у нас тут палаутовской джуки вот город палаута джейси сей это jewish community center и состоится ну что состоится вот вы расскажите вы же организатор вот вы расскажите состоится чествование дня рождения так величайшего поэта двадцатого века иосифа и санча бродского так значит мы рассчитываем создать фонд для образования его памятника а место еще не определено место пока не определено но уже есть значит предпеча того что начнем получится у дастся это сделать давайте я немножко расскажу значит идея была в том чтобы провести это мероприятие не в полуалтовской джуки а провести его в кафе сан-франциско как там кафе называется кафе триесты сан-франциско как вы за на углу валеха и грант однажды бродский будучи в этом кафе взял и написал стихотворение про это кафе правда да кафе надо сказать непростое кафе очень знаковая и такое с понтами со всеми и наворотами мы пытались вот это кафе забронировать как бы выгнать оттуда всех к ядрене фене и иначе провести вечер бродского но кафе сказала что совсем уважением там у них много нобелевских лауреатов проходило через их столики поэтому раньше ноября сказали они мы все кафе не можем никуда сдать у нас очень трафик большой и так далее после чего это все переехал в полуалтовскую джуйку а броски в этом кафе написал стихотворение вот начиналось все с этого а дальше вот переместилась с непосредственно со дня рождения бродского на 23 июня бродский родился когда 24 мая то есть 940 года неделя прошла как вот был день рождения давайте мы поздравим наших зрителей с днем рождения бродского поскольку у нас много молодежи они может даже и не знают что за бродский такой вот ну будет повод познакомиться да я на самом деле предложил сделать видео потому что я подумал что вот те кто нас смотрит постарше просто удовольствие получит те кто молодые хоть узнают что был такой бродский и я считаю что это гордость именно русской литературы и американская тоже американская то все-таки русская то он русский поэт русско-американский поэт так он называется но он все-таки получил новелевскую премию за работы созданы за то что он состав на русском языке но во всяком случае это чек совершенно великий гениальный и с невероятной историей и так далее значит так вот он был выслан из союза да он провел пять лет на каторге в архангельске между прочим установлена более десяти памятников уже в россии есть два в москве два в питере даже в архангельске дело было тоже поставили по он по-моему в норвегии сначала был до когда его его именно выдворили его он вместе с гитаркой так вот и поехал и сначала помоем скандинавии это был помнит армии что он году он был выгнан 7 2 он был сан-франциско он был через полгода после того как его выгнали то он появился в сан-франциско и посетил это кафе еще тогда но я помню вечер бродского в полоалтовской джуйки же по моему это было уже мы тут были это был год 95 95 год да вот он здесь выступал в 96 его уже не стало да так что вот как бы есть места в наших краях так давайте вот что сделать давайте мы местных ребят кто здесь живет пригласим на мероприятие а как им туда попасть все-таки я понимаю что мы с вами вот знаем а где-то есть объявления вот я вижу ваш например этот самый я вижу флайер ну вот я вижу флайер тут нету не не времени ничего нету а написано 5 часов а суббота 5 часов вот если человек не записывался просто взял и пришел нормально нормально так друзья если там будете идти прихватить и с собой что-нибудь бутылочку там может так газета 24 часа я а где люди берут 24 часа вот если чек просто лежит она бесплатно так вот объявление так я обещаю не только заснять это все и на ваше так сказать суждение вывесить но я еще выучу как какое-нибудь стихотворение и расскажу с выражением годится вот вы знаете анекдот как там еврей один объяснялся что вы из партии исключили и у него было три взыскания и вот одно из взысканий было за то что он читал стихи с выражением не слышали он читал с выражением маяковского и могут аж как же ты читал год но я читал я знаю город будет я знаю саду цвесть когда стране советов такие люди я я вот так что я тоже обещаю с выражением так чтобы всем понравилось хорошо эдуард спасибо большое и ждем вас на встрече 23 июня я знаете что могу сделать я могу оттуда прямо прямую прямую эфир сделать то есть люди могут задавать вопросы прямо да ребят сделаем прямой эфир только надо что там интернет был нормальный в этом месте там у них есть да есть да ну все это мы прямо еще и прямой эфир тоже сделаем все счастлива счастлива